Установить подробности жизни и смерти участника Великой Отечественной войны, дать возможность родным прояснить его судьбу, призван проект «Возвращение имени». Известно, что в те годы из Абхазии на защиту Отечества направились не менее 55 тысяч ее жителей. 8 тысяч из них считаются пропавшими без вести. Уникальные архивные документы времен Второй мировой свидетельствуют о том, что 330 уроженцев республики были узниками фашистских концлагерей. Это архивные документы Великой Отечественной войны, посвященные каждому конкретному жителю Абхазии, который был призван на фронт в качестве красноармейца. Там в некоторых документах есть даже фотографии. И благодаря фотографиям родственники, казалось бы, в безвыходной ситуации определяли, кто этот человек, и решали, что да, это родственник. Из одного только села Ачендара на фронт ушли несколько сотен человек. 150 из них не вернулись домой. Всего подобных населенных пунктов в Гудаутском районе около 15. Многие семьи более 70 лет ждали и продолжают ждать вестей о своих родных, пропавших в начале 40-х. Каждый хочет, наверное, найти своего родственника. И сегодня некоторые думают, что когда-нибудь кто-то вернется оттуда. С надеждой все же живут люди. В рамках проекта его организаторы совместно с Министерством обороны республики проводят по всей Абхазии поиск семей и передают им документы с указанием времени, места гибели и захоронения их родственников. Дело продвинулось до Гудауты. В пятницу, 19 октября, в Дом культуры города пригласили родных, потомков, без вести пропавших защитников Отечества, чтобы вручить архивные свидетельства и подробно рассказать о судьбе погибших родственников. Для того, чтобы найти родственников погибших, нам потребовалось организовать экспедицию. Военные курсанты на автобусе Министерства обороны выехали в эти села. И в течение всего дня по маршрутным листам, которые работали в селах по розыску, на каждое село выделялось по два курсанта. И благодаря их работе в ручном режиме мы сегодня имеем возможность вручить документы 15 семьям. Вдохновляясь мыслью о важном деле, молодые курсанты Смоку неустанно занимаются сложной и зачастую кропотливой работой. Собирают архивные документы, исследуют картотеку на немецком языке, составленную самими фашистами, на каждого пленного. Так как мы люди военные и носим форму, мы не можем остаться к этому проекту равнодушными, так как люди воевали, защищали свою родину и отдавали за это жизни. Много погибших было в концлагерях. Мы проводим крупные мероприятия по городам, районам, селам. Походим, ищем родных без вести пропавших. Сколько пропавших без вести, столько и историй, связанных с их поисками, рассказывают военные участники проекта «Возвращение имени». Был случай на Яштухе, мы поднимались, искали одного военнопленного, и там был заброшенный дом. Мы зашли, нам посчастливилось на самом деле, мы нашли документы на этого военнопленного, нашли его паспорт, нашли его даже свидетельство о рождении. Из семьи Николая Гагулия на фронт ушли четверо младших братьев его отца. О том, что двое из них погибли на полях сражений, родным стало известно еще во время войны. Лишь одному удалось вернуться домой. Судьба четвертого брата все годы волновала семью Гагулия, так как датико был занесен в списке пропавших без вести. В последнем письме мужчина сообщал родным, что тяжело ранен и нуждается в помощи. Позднее стало известно, что госпиталь, в котором он находился, перешел в руки немецкой армии. Немцы как захватили, куда их взяли, мы не знаем. Вот такой ответ пришло письмо с этого госпитала. И мы считали, как это, ну, значит, куда сейчас немцы, куда их взяли, сейчас искать, мы тоже не могли. И вот сейчас вот у него родилась дочка, сейчас тоже она вот 75 лет. Благодаря проекту «Возвращение имени» Николай и многие другие люди наконец узнали о том месте, где уже много лет покоятся их родные. Отца старший брат Айбетач Мусратович призывался он в 41-м году. Ну, где-то до 42-го, 3-го года мы получали письма. И потом перестали, и где-то в 44-м получили похоронку. И, ну, потом все так, все время проходило. И сейчас мы его нашли. При взятии Польши он лежал в госпитале, больной был. И взяли после взятия Польши, он где-то через месяца два скончался. Похоронен в Польше. Дядя мой, Тарба Рауф Ситович. Как-то радостно и трагедии нет у него. И осталось никого только, ну, племянники и племянницы только. Это же мой дядя. Проблема пропавших без вести привлекает к совместной работе неравнодушных людей самых разных возрастов. Школьник Леон Чуаз, воспитанник лагеря «Юный патриот», уже много месяцев активно участвует в проекте. Я познакомился с Григорием Павловичем, и он однажды мне позвонил, сказал, что нужна его помощь. Я сам в Дурибше живу, и вот сказал, что нужно найти одну семью. И я в основном сразу начал спрашивать у тех, скажем, пожилых людей. И смог найти, даже его дом нашел, но дом был разрушен. Я обо всем проинформировал Григория Павловича. А потом как-то мы подружились, и я часто стал им помогать. В Гудаутском доме культуры собравшимся показали документальный фильм о судьбе участника Великой Отечественной войны Азиза Агреба. Дочь советского воина ждала возвращения отца всю свою жизнь, чтобы спустя долгие 70 лет склонить голову над плитой с его именем. Амелия Сатурянца, Срыква Агухава, Абазатова.